Всем ребята, с вами снова я Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, сегодня мы с вами послушаем новкий сиян, сиян, не знаю как это читается. В общем, очень интересный и уникальный случай, когда мы слушаем альбом от блогера. В целом, обычно какие-то треки от стримеров, блогеров я скипаю, чаще всего мне просто это не совсем интересно. Исключение там бустер какой-нибудь, да, ну стоп бан уже я за артиста считаю, Мазелова тоже за артиста считаю. Соответственно, вот их я не скипаю, да, бустер тоже исключение. А в целом блогеров обычно там я вот это все скипаю. Но сегодня другое немножечко время. Дело в том, что Новкий достаточно очень комфортный человек в целом по блогерству. Я смотрел его некоторые видосы в свое время, он, ну короче, прям лютый для меня плюс вайбик. Иногда я его смотрю, соответственно, я решил, что будет прикольно, если я заценю его альбом, потому что для меня это, ну, не последняя личность. Хоть я его на постоянке не смотрел и не являлся там фанатом, да, но тем не менее он для меня является таким интересным человеком, музыку которого хочется послушать. Тем более мне вот попался видос на ютубе, который, а вот давайте его сейчас найду даже и посмотрю вместе с вами. Так, Новки. Какие новинки будут? В Телеграме есть навигация, бро, можешь чекнуть, там по процентам будем идти. Вот есть Новки, да, канал, и вот получается, вот, видео больше не будет. Это правда, видеоролик. Где он тут объяснял, короче, что вот у него выходит альбом, что, короче, пересказывать, если пересказывать видос, он тут говорил, что, типа, вот, он очень часто начал писать свои мысли, комбинировать, типа, свои мысли в текста, переводить это все на музыку. И это все вот стало, типа, частью его жизни, и вот он собрал альбом из своих песен. Вот, и поэтому мне стало интересно, мне стало интересно. Бля, фан, так не вовремя, но пох, я тут. Здорово, зартишка. Вот. Что у тебя за аниме, бляди, в реках? А потому что, я не знаю почему, но это не мейн аккаунт, я смотрю с другого. Хуй знает, почему тут этот, эти, блядь, реки. Про анимем с альбом пишет, шепнул на ухо он. Да, верю. Короче, смотрим, что это такое. Очень интересно, вот, чисто для меня, это вот, делаем исключение, да, человек для меня, типа, комфорт, я подумал, ну, почему бы и не сделать реакт, да. Тем более, я так понял, что вы тоже были заинтересованы в прослушивании этого альбома, потому что у нас в пятницу был опрос по альбомам в телеграм-канале, где этот альбом занял, если я не ошибаюсь, четвертое, вроде, место, набрав 16%, достаточно нормально для человека, который, по сути, музыкальной индустрии, ну, не пиздец какой известный, да. Так что, если вам интересна музыка разных определенных людей, то голосуйте за нее каждую пятницу в телеграм-канале, ну, и про отличие, не забывайте, тут, во-первых, у нас небольшой прогнозик на баллы, а во-вторых, ну, люди в чате тут общаются. Я пошел отсюда, меня наобливали говном на ораль. Этого не было ничего, здесь только позитивные вайбы и никаких подтверждений тому, что здесь негатив льется на модераторов, нет, конечно же, все хорошо. Нет, спама сегодня не будет, потому что у нас очень много чего слушать, спам мы, к сожалению, не успеваем, я думаю, спам будет в пятничной голосовалке. Вот в пятницу у нас будет голосовалка, я думаю, там будет спам. Мы не успеем его, к сожалению, послушать. Вот, потому что у нас много чего другого. 11 апреля, 23-го года, охуеть, год назад, блядь. Ладно. Новки опубликовывают свой телеграм-канал с неприятного трека сердца и чуть позже объявляют новость о том, что он пишет альбом, а также пообещал, что немного будут показывать работу над ним. Я пишу альбом, я буду вам периодически понемногу показывать что-то, но если я реально доделаю, это будет просто ебейший альбом, ребят. 23-го мая, 23-го года, май 23-го, спасибо. Новки опубликовал свой первый сниппет в телеграм-канале на трек My Love. 13-го мая 24-го года Новки выложил пост в телеграм-канале с календарем того, что будет происходить в течение 10 дней до выхода альбома «Сиян». А, окей. 15-го мая опубликовал сниппет с клипом My Love. 17-го мая вышел My Love, потом сниппет вышел «Не люби меня». Сниппет ностальгии, сниппет... Очень дохуясь сниппетом, да, пытался какой-то... Какой-то таргет все-таки делать, окей. Потом вышел тизер, мы тизер... Если не забуду тизер, а я его нахуй забуду. Я думаю, мы можем сейчас глянуть. Я думаю, мы можем сейчас глянуть. Бог, я думаю, сейчас можно. До 2-го мая вышел трек-лист. Прикольно, красиво. 24-го мая вышел альбом «Сиян». My Life, My Rose, ажиотаж не будет. Спам будет, да, но в пятницу. На контрибьюторах у нас Соня Мунлик. Я тебя услышал. Отличное имя у тебя, девушка. Слушай, давайте для начала тизер посмотрим. Люха, здорово. Сангу тизер, здорово. Кидаю от тебя финальные файлы Альбика. Но обязательно нужно, чтобы ты сделал финальное прослушивание. Чтобы точно все было классно, тебя устраивало. Жду тогда твоего фидбэка. И погнали отгружать на площадку. Красиво. Бля, вы поняли? Спам в пятницу будет на GeForce просьба и оффнуть нахуй. Не, вы поняли, что, типа, вот, тут он выходит погулять. Ему, типа, говорит, там, кто с ним работает. Не знаю, что... Давай, вот, делай финальное прослушивание. Если тебя все устраивает, мы выгружаем на площадки. И вот он, типа, гуляет под свой альбом в своих каких-то мыслях, да. Слушает как раз. Вот. И у него, типа, лицо такое грустное, серьезное. Бля, прикольно. Слушайте, я таких тизеров не видел. Прикольно. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Красивый тизер. Ну чё, вы готовы? Вы готовы? Си-ян, си-ян. Аларм, аларм, аларм. Что за флаг? Эу. Ну что ж, давайте смотреть. Интересно. Я думаю, что... Вряд ли мы добавим сюда много треков. Но... Как минимум, хочется просто посмотреть на личные переживания человека, на которого мне не похуй. И всё, да. По музыке, я думаю, это будет посредственно. Вот честно, я не ожидаю какое-то высокое качество. Я думаю, это будет посредственно. И по сниппетам вот сейчас в тизере тоже слышно, что альбом не претендует на какие-то высокие... Ну, вообще... На высокую похвалу какую-то. Да тебе на меня больше похуй, чем на новки. Да, Вилончик, ты прав. Первый трек. Инициатив. Обложка прикольная, кстати. Танк-трек был показан четвертым по счету в тизере дебютного альбома. Также Ильяна Стремея-Пассиян упомянул, что Кирилл Кирилломат принял участие в этом треке. Окей. Слушаем. Это, кстати, первый альбом, да ведь? Я всегда Где-то на шаг впереди тебя Проснулся в три, ведь ночью ждут дела Аккуратен так, что нет следа Отстанет меня Я сканирую все насквозь, как лидар Около тонны висит мой удар Для тебя весь мир вокруг темнота Мне не важно, как темно найду куда И теперь темноте горят мои глаза Я Саипасова всех спасаю Я не трачу время на дебилов, как они Мои глаза галют же не как оби Дорога, ведь нет, только с форами От тех не дождаться инициатив Не трачу время на дебилов, как они Мои глаза галют же не как оби Дорога, ведь нет, только с форами От них не дождаться и не цилять Вот стены И спасал мел А мне не хватило доски Чтобы записать Айкланд забит 7 С заметками Меча ценности Вчисляет со временем Что тратил на них Мы с тачимость огромная Выпливали эти денежные Мы сейчас 2 тысячи 559 Плюс этот куплет А также пару демок Заметок теперь стало 2 тысячи 566 Тебила где-то Стовко же кругом Что-то очень странный куб, блядь. Что-то очень странный куб, блядь. Прикольно. Мне нравится харизма его. Так, смотрите. Но в целом, я был прав по поводу того, чтобы какого-то звука ебнутого, ну, здесь ожидать не стоит. Она на это не претендует. Но хотелось бы, наверное, посмотреть крутую реализацию своих идей, потому что они тут есть. Я проебал, пишет чел, на двойку поставил. Да не, я думаю, что... А, ну тут, кстати, даже кто-то... Если что, Шелзи, ну, имей в виду, если даже тройка выиграет, иди нахуй. Нет, ты один балл ебаный поставил. Это даже не один процент. Если выиграет тройка, я просто удалю прогноз. Имей в виду, нет, ты хочешь поставить... Ты за один балл хочешь 1400 въебать, ты охуел. Как же его душат? Да потому что это самый хитрый уебок, которого я знаю. Он, блядь, специально твинг создавал, чтобы сосновы ставить сюда, блядь, а свинка вот сюда ставить. И потом, и потом еще мне что-то в чате, блядь, пишет. Что я не прав, блядь. А потом еще дуется, что не модератор, кстати, имейте в виду. Короче, очень странный куплет. Очень странные качества. Качество так себе. То ли запись, то ли с видоса, хз. Но все это звучит очень громко. И, ну, короче, то ли... Ну, короче, мне не нравится звучание капы. Холод вообще как-то очень странно. Вот куплет... Почему холод, если куплет, блядь? Куплет очень странный, особенно в середине. Я хочу переслушать. Это норм. Счисляется временем, что тратил на них неделями. Холод, стены, исписал мелом. Мне не хватило доски, чтобы записать все идеи. iCloud забит всеми заметками. Час-ценность исчисляет со временем, что тратил на них неделями. И значимость огромная в эквиваленте денежном. Их сейчас 2559. Плюс этот куплет, а также пару демок. Заметок теперь стало 2566. 96. Рифма, я так понимаю. Демок денежном, блядь. Ну, чё-то всё. Асонанс... Ну, блядь, я даже не асонанс. Я не знаю. 9, 6. Короче, очень странная работа в куплете. В целом, флоу, вот, структура, идея. Всё очень странно. И, ну, в совокупности с реализацией так себе. Это очень странно всё звучит. Странные строки, да. Строки сами по себе как странно. Что после этого альбома слушаем? После этого у нас будет ещё один альбом. Via Leaf Web Horror Story. Потом у нас будет три сингла. Код 80, еле плак, пинг со стоп-баном. Альбом Юга 404. Дальше посмотрим, чё. Дальше я хз. Я не думал, что дальше делать. Может, пару синглов глянем. И этот... В платку. Короче, странный трек. Неплохая интруха. Припев мне нравится. Но качество пока что из минусов, да. Это очень, как бы, слабо по качеству. В целом, оно было очевидно, что это нас ждёт. У Мистер Абиста новый трек вышел. У Литвина тоже. Вот. Мне нравится харизма его. Чем-то напоминает Славу Мертул. Чем-то напоминает Славу Мертул. Прикольно. Мне Слава Мертул нравится. Посмотрим, что будет дальше. Но первый трек, как бы, интересно в целом, но слабо. Не люби меня. Ну, это вообще Слава Мертул. Вообще, Слава Мертул. Допустим. Я разбитый, но мне не нужна половина. Может, в чём-то и виновит, но скажу, что не моя вина. Тянется ко мне губами. Я теперь бокал вина. Пару развери, секреты, глазами она влюблена. Она в меня, или я в её глаза. Честно, я не знаю пока. Всё ещё тайно для меня. Почему всё так вокруг меня есть? Кроме того, что мне иногда. То хочется быть одному навсегда. То хочется, чтобы рядом только она была. Ну, никогда так сильно. Не люби меня. Не люби меня. Так сильно. Бля, прям вообще Слава Мертул. Пиздец. Не люби меня. Так сильно. Не люби меня. По качеству гораздо слабее, конечно. Не люби меня. Не люби меня. Так сильно. Не как сильно. Ты становишься короче. Надежду накрывают грозовые тучи. Летом верил в наше место с тобой будущее. Но осенью всё возвращается к дружбе. Ко мне всё с тобой общаться киснет тут же. Наш диалог ты покажешь своей подружке. Спросишь у неё, как кто-то ответит лучше. Хороший гублет. Хороший, хороший. Не люби меня. Так сильно. Не люби меня. Не люби меня. Так сильно. Бля, вайп есть. Бля, припев заедает, кстати. Прикольный трек, знаете? Прикольный трек. Мне нравится. Норм. Точно лучше. Точно лучше. Сто процентов лучше, чем первый. Припев заедает, пиздец. Первый, допустим, куплет. Ладно, существует. Второй меня разъебал. Давайте ещё раз второй куплет. Сейчас и если тут же. Наш диалог ты покажешься. Потреби меня. Не люби меня. Так сильно. Никогда. Не люби меня. Не люби меня. Так сильно. Ты как-то. Становится короче. Надежду накрывают грозовые тучи. Летом верил в наше место с тобой будущее. Но осенью всё возвращается к дружбе. Как мне всё добавят. Сейчас и если тут же. Наш диалог ты покажешь своей подружке. Спросишь у неё, как кто-то ответит лучше. Она же знает, как всё разрушит. Никогда. Так сильно. припев у поляна заедает да блять но там где заедает как бы треки добавлено если что вилон щек сутки становятся короче тучи будущее дружбе тут же подружки лучше разрушить рифмы хоть и простые но бля ритмика есть ритмика круто и потом но никогда бля сушки интересно прикольно это вообще не бездарно вот вам как бы я вижу вы жалуетесь многие я вижу вы там многие жалуетесь значит что прикольно в этом есть в этом есть что-то я к тому что ты же не припевы добавляешься целой песни а что здесь мне не нравится мне кроме качества здесь ничего не нравится ой наоборот качество мне здесь не нравится а вайп и в целом парты мне нравится он прикольно с голосом играется да хорош вот я реально хочу сказать что несмотря на то что харизма это прям слава мэрлу и вот ну вообще не знал бы я кто это писал этот трек но я бы наверное сказал что это слава мэрлу написал трек честно я бы сказал так но играется при этом голосом он охуенно и при этом чувствует музыку то есть он харизматичный сам по себе понимаете у блогеров стримеров есть шансы реально писать какие-то хорошие треки потому что они есть в медиа сфере и чаще всего раз они есть медиа сфере значит у них есть определенная харизма если у них есть харизма значит и треки они могут тоже харизматично писать если им это надо если они живут музыкой тоже как допустим новки да он же пишет музыку давно блять четвертый год пишет музыку демка славы мэрлу да вот ну реально кстати блять демка славы мэрлу вот серьезно оно так и звучит вот именно право м онлайн стопроцентное описание демка славы мэрлу тогда у меня нет шансов я завершаю карьеру бро харизму в любом случае можно свою прокачивать кому-то просто повезло с ней родиться да вот допустим я не буду пиздеть много да про себя как бы честно значит ну я считаю что харизма у меня есть определенная что я как бы ему харизматичный сам по себе чел вот они как тиктокеры которые на студию приходят и за них все делают включая текста нет тиктокеров я не упомянул но тиктокеры чаще всего тоже самая ситуация вот блять вот честно да хуёвый пример за которым у меня за хуй сочти вот взять того же милохина когда он писал в двадцатом году треки вот эти блять угадайте я дома бля ну я не но треки блять звучали очень попсово мне они не очень нравились но тем не менее они ебали тиктоки они ебали тикток они ебали вообще планету и сказать что там нет харизмы у милохина ну это вы будете ошибаться там есть харизма я думаю что без харизмы ну про людей быстро забудут харизма одно из самых главных в нашем мире сейчас я считаю 18 мая появился сниппет качество разъёб youtube качество следует капа лучше звучит сниппет лучше звучит да блять сниппет лучше звучит она не существует я использовал не растеть чтобы создать анкету вау клянись там с эти клипы разные по выходили надо бы посмотреть что там блять мазелов она не существует про четыре буквы нет четыре буквы существуют сожалению нет ну как бы к счастью но к сожалению одновременно короче не люби меня трек на котором нужно будет короче заострить внимание я его запишу прикольно он заедает голове в конце альбома бы к нему вернемся я вопрос запишу пока что ностальгия следующий трек слушаем не люби меня не люби меня что-то грустное да настольная лампа погасла от холода как и я после июля снова ностальгия сменил настройки я чтобы не чувствовать никогда тебя и мне не хватит никодина пачки надо усыплять меня таблеточка но у меня как рамень сердце где-то я же любви обильный в жизни дебил я знаю сменил не надо твоего внимания как да проблема в том что вторая капа не помогает первой а своей жизнь живет. Ему нужен Сидос хороший, да. Вот охуенно, да. Короче, бля, вот Сидос, блядь, к сожалению, подводит. Мне этот трек нравится больше, чем прошлый. Прикольный, на самом деле, трек. Но второй трек мне больше нравится. Он там вообще прям запоминает пиздец. Там идея есть. О, как. И в Оксиген. Почему спизжено? Может купил? А, да, так вот, смотри. Вот, samples. Тут указано, бро. Все нормально, тут указано. Это не спизжено, это, скорее всего, куплено. Вот, тут указано. Я думаю, это куплено. Сампл отсюда, да. Че, как вам пока что? Ну я, ну, эээ, какой трек вам больше нравится? Прямо, вот, не могу честно вот это слушать. Вот тут прям видны проблемы с Сидосом. Они есть как бы в каждом из трех треков. Но в треке Не люби меня, это можно вот даже как-то за фишку принимать. оно не сильно руинит общее впечатление. Ну, и вот сегодня она пище, чем это. Я не слышал. Никакой не понравился. Понимаю. Просто, как бы, я сам для себя недавно понял, что музыка, просто вот, ну, кто сказал, что музыка должна быть выдрачена максимально качественно? Не существует, блядь, идеального сведения чистейшего, потому что для каждого жанра, как бы, оно своё. И даже если ты не делаешь по канонам жанра, то какая нахуй разница, ты можешь создать свой уникальный стиль, который полюбят другие люди. Нету идеальной формулы, блядь, трека, вот как должен звучать трек, блядь. Не обязательно всё выдрачивать, блядь. Существует? У Томаса Баха. Ну, давай не будем сводить вообще. Нет, при чём здесь это? Почему я сказал, что... К чему здесь? К чему здесь давай не будем сводить вообще? А к тому, что сведение может быть уникальное у песен. И это может их руинить, как вот по мне, вот эту песню, да? Как по мне, вот эту песню это руинить. А может даже и украшать в какой-то степени. Допустим, вот яркий пример, 707, последний альбом. Вы все захейтили, сказали некачественно. Я в этом нашёл для себя прикол и отдельный вайп. Мне понравилось. Я вот уже, я второй день, блядь, уже репичу этот альбом. Я кайфую безумно. Ты хуёво сведение оправдываешь, не задумка, а просто хуёво сведение. А кто сказал, что она хуёвая? Вот в чём прикол. Почему люди решили, что... Ну, бля, я хуя знаю, короче. Ну, здесь оно не звучит. Да. А, стоп, там был сниппет. Там был сниппет. И тем более я нихуя не оправдываю. Я говорю как есть. Просто где-то это сведение руинит впечатление общее. Где-то и с этим нормально слушается и становится даже уникальной фишкой, блядь. В данном случае для меня вот это руина. Но я не оправдываю, блядь. Как факт, это остаётся фактом. Почему мне люди пишут? А, ну, спам, потому что... Мне, кстати, реально люди начали писать спам в комментариях просто. Прикиньте, блядь. Буквально. Потому что люди слышали сведение более приятное для ушей, более красивое, более интересное. Так они это всё слышали, в этом и прикол. А вот он сделал так. Кому-то зайдёт это. Это не снипп. Да, я ебал на 10 секунду. Заговорился с Вилончиком-другом. Почему он все сниппеты по ссылке сделал? Чтобы канал не зашарял. Вот здесь, да, это слышно. Здесь, как бы, оно просто не звучит. Я говорю, вторая капа здесь живёт своей жизнью вообще, пиздец. Настольная лампа погасла от холода, как и я. После июля снова на стальке я. Сменил настройки я, чтобы не чувствовать никогда тебя. И мне не хватит никотина в пачке. Надо усыплять меня таблеточками. У меня кака. Минь сердца где-то куска. И разбросано частями. Не пытайся собирать. Он ещё попытался ритмику придумать. Интересно бы, оно звучит, но как будто не очень. Настольная лампа погасла от холода. Да, как и я. После июля. Короче, он попытался, но я не знаю, как звучит. Звучит. Тут и ритмика хуйня. Не скажу, что хуйня. Прикольно он придумал. Но не знаю, как будто оно ломает. Ломаная какая-то, я хуй знает. Короче, не очень это в конечном итоге. Всё собрано в странный трек. Но не люби меня, мне зашёл. Бля, сейчас чихну нахуй. Так, добить себя тобой. Добить себя тобой. Ну, жили так. Этот трек появился в ходе разговора Лисса с своим отцом, где первый поспорил, что он пишет трек за один день. Это правда, видеоролик... На это я смотрел. Не будь, не чихнул. А, ну окей. Не буду, значит. Вы давай обывались. Песня была изначально сделана для видео. Папа поспорил со мной, что я не напишу песню за день. Один год назад. Но не завершена для выпуска. Не ясно почему. У фаната просили в комментариях новки, чтобы он выпустил трек. И в 24-м году трек был выпущен в альбоме Си Ян. А, Си Ян всё-таки, да? Окей. Слушаем. Я же чуть было не погиб там. Так и было бы, если бы не ваша песня. На удивление, сильная песня. Музыка, мощная вещь, брат. Она говорит с первозданными клетками... О, как. О, как. О-хо-хо-хо-хо. Окей. Нихуя себе. Окей. Окей. Поклонный трек. Руслелся. Руслелся. Вот Вилончик пишет. Это лучше, но не вывозит скорость, харизма 0 и дикция тоже. Допустим, дикция и скорость можно поспорить? Харизма 0? Что, по-твоему, харизма? Если это харизма 0? Я не понимаю. Вот я могу принять всё, блять. Любой баш до ёб, но не до харизмы. Но он сбивает вайп на скоростях. Я про харизму спрашиваю. Я могу принять ваш любой до ёб, но не про харизму. Он куплет... Мне не понравилось, как он построил куплет. Вот мне не понравилось, как он куплет построил. Но сколько он тут, блять, по-разному строчке все произнёс, как он в это действительно вживается и как ты ему веришь, вот это есть. Это не убрать. И ваши до ёбы за харизму, если вдруг они есть, я не принимаю ни в коем случае. Это уже типа полная хуйня. Это уже до ёбы ради до ёбов. Здарова, Гвест. Прикольный трек. Пока что лучший, мне кажется. Я добавлю. Интересный достаточно трек. Интересно. В целом. То, что... Припев... Конечно, его было тяжело реализовать. И не сказать, что он его идеально реализовал. Он попытался. И вышло в целом неплохо. Прикольный трючок. Интересный. По свидосу самый лучший, я считаю. По качеству он самый лучший здесь. Но тоже были, конечно, проёбы. По исполнению в местах есть проёбы. На скоростях чуть-чуть, может быть, теряется. Но в целом харизма ёбнутая у чела. Македитвич просто по приколу забанили на неделю. Блин. Пока что лучший трек. Прикольно. Разбитая хард. О! Тут продюсер есть. 2007 года. О! Слон и Вейд работал. О! Так это наш мужчина. Это наш человек! Мы знаем такого. На тебе чё я, блядь, навязывали? Что я сказал? Мне хочется сказать, что если ты считаешь себя на эту харизму, у него 8м сбивается, ему не верится. Моё мнение, если что, который не сказал, что она правильно мне молчать, когда трек охуенно им ни в чём не нравится. Я просто не понимаю, да ёбы по харизме они тупые. Я понимаю, есть объективщина, есть субъективщина. Я не могу принять, когда челы здесь что-то за харизму говорят, честно. Я понимаю, что не выдаёшь своё мнение за объективное, но я не могу даже эту субъективщину принять. То есть я даже не могу субъективно поверить в субъективное мнение человека, что здесь нет харизмы. Согретарм, второе, вы можете слушать, у Макери сегодня трек вышел. У Макери трек вышел? Ща гляну. Если вышел, он будет на нуле процентов. Скорее всего попадёт в голосовалку следующую. А, вот, вижу, да. Ну попадёт, наверное, в голосовалку следующую. Просто очередь большая, я не знаю, когда это всё слушать. Честно, времени особо нет. Слушаем разбитый хард. Тёмное утро, даже солнце уже не успевает за тем, когда я стою. За одном тусклас снова и день, обещает быть нотным. Но когда я, с тобой, забуду про всю боль. Соберу и так разбитый хард. Я уже заебался, пора дыхать. Но когда я, с тобой, забуду про всю боль. Я не знаю, разбитый хард. Я уже заебался, пора дыхать. Распитая хард, как-то так, сразу погаснет, весь свет спальня, и станет ясно, что с нами станет, нам опасно быть вдвоем, и она это знает, она это знает, таю, таю, в ее объятиях я пытаюсь спрятать, все свои переживания сразу, твой голос нужен, позвони мне пару, раз когда будешь прогуливать пару, я прогуглю все социальные сети твои, у меня дома тысячи, как раз. Стоит, я так сижу за каждым шатом, два и два, я с тобой забуду про всю боль, заберу и так разбитых, хотя уже заебался парадных. Просто вопрос, зачем так делать, когда у тебя нет ебнутых вокальных данных, типа вот это может делать вокалистка там в билбордах, да, может себе позволить вот так въебать, да, допустим, без щебета нахуй. Мне кажется, что когда ты особо не имеешь ебнутых вокальных данных, и при этом у тебя свидос громает, вот делать так, вообще ошибка ебнутая. У меня какой-то автотюн хуйня, куплет и интро было хорошее, я с тобой куплет пока, куплет вообще, блядь, очень много мест мимо. Ну ладно, мы потом поговорим, тогда слушаем. Вторая капа мне не нравится. А то сводило, как сейчас. Работает с Никитатой, Кирилл Мэном, Новкий, Юг 404. Еще не понимаю, нахуй у него вторая капа, она не вайбить нихуя не делает, да, вот реально. И плюс она, она, короче, у него в целом по альбому вторые капы не работают, как должны работать. Они не дают о мейн капе того, что ей не хватает, а всего лишь живут своей жизнью. И при этом руине от вайп-трека, не понимаю. А вот по поводу припева я уже как бы говорил. Короче, трек, блядь, вот такой себе вообще, как это склеенный, тяп-ляп какой-то. Вот куплет, первая строчка пиздец понравилась, вторая тут же хуйня, третья пиздец понравилась, четвертая тут же хуйня. В прошлом треке второй капы не было, в начале и было лучше. Да, Добить Себя Тобой был наиболее качественный трек среди всех четверых, или сколько мы уже послушали? А, мы уже пять послушали. Среди всех пяти, потому что там, во-первых, ну там как-то... Сейчас, включите. Там вторая капа адекватная, то есть он не вот так читает, не вот так читает. А там она более-менее адекватная, там еще. Она просто пространство заполняет дабл капы. Дабл капы. Так, заслал Синян, потому что нихуя не понял, как на это реагировать. Я понял. Я понял, бро, базар. Без проблем вообще, к тебе ноль претензий. Короче, очень странный этот трек. Наиболее слабый, наверное, среди всех пяти. Так, а что у вас по прогнозу? Ага, интересная ситуация. Ну, пока что считайте, что трек «Не люби меня», я тоже хочу добавить. Давайте сразу добавлю. Считайте, что два из пяти. Считайте, то есть, короче, это если вот так работать, это будет четыре из десяти. Ну, короче, это где-то треков пять, да, вот в теории. Ну, короче, двойки, мне кажется, выиграют. Почти нельзя было бэки въебать, а не дорогу вторую. Вот да. Хороший вопрос. Белочек здесь прав. То есть, если вторые капы были действительно ради тупо заполнения пространства, то либо своди их нормально, что гораздо тяжелее делать, либо бэки сделай нормальные. И ты бы это пространство занимал. Давайте дальше. Глаза цвета вина. Кирки Мэг, блядь, или как читать-то? Тут его дорога, чтобы пустоты не было. Ну, бля, просто я говорю, вот вторые капы, они не выполняют задачи помощи мейн капе. Они никак ей не помогают. То есть, допустим, пример охуенных даблов, да, вот это Кишлак, допустим. Это охуенно у него звучит, допустим. Он охуенно с ними работает, когда много дорог вокала. С опытом он бы придет. Да, наверное, будем надеяться. Так, слушаем. Глаза цвета вина. Ну куда? Современный альбом без звучка нового, конечно. Заново. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Каждый секунд, время идет, идики так ускоряют мой путь. Уже мокрит давно, дробно террит лучок, но не хочу делать халтуру. Глаза краснеют, а не уже света вина. Ты меня слышишь, вагон-адаге не поняла. О, чебать. Прикольно. Оу-оу. Дверь хороший. Здесь точно есть этот чел. По-моему, это один поет. Мне кажется, это ошибка генился. Это новки все. Здесь фит не указан, мне кажется, это все новки. Но посредственно, конечно. Он в альбоме точно есть, он сам говорил. Странно. Странно очень. Трек неплохой. Среди качества он более-менее еще звучит. Но ничего нового нам не показывают здесь. Просто неплохо на супертрек-звучении хз звучит посредственно. Ах он тут скрывает, как будто его друзей и его друзей знают именно на мусорене? Я не знаю. Может это не специально, может это ошибка дистрибьюции была. Ну тут заполнял, мы же показывали, какие-то четыре буквы заполняли, да? Информацию про альбом. Сейчас. Секунду, давайте глянем. My Love Single выходил. Сейчас чекнем. Вот, Соня Мунли. Вопрос, что теперь с западом? Тяжело все с западом. Я не знаю. Пиздец. Так, вот она тут много, да, чего она делала? Короче, я хуй знает. Она... Ну, короче, я к тому, что это делал не сам артист. Я могу за парой артистов следить. Я постараюсь, так-то релиз-лист вроде выкладывают тоже за рубежку. Я постараюсь следить за нужными нам людьми, но, допустим, за условным валетиком мы следить не сможем. Он как бы относительно нулный. Хуй знает, блядь. У меня даже нету списка всех людей, за которыми мы следим. Это весь этот список у Магнолии был. Но он в любом случае иногда появляется в сети. Надо... Хотя, как его спросить, блядь? Ну, короче, надо самому следить через Spotify, наверное. Я буду следить, наверное. Придется самому следить. Взять список артистов и проверять там условно каждый месяц. Ну, перед каждой средой смотреть, что там накопилось, вышло ли что-нибудь. Вот так. Мы же теперь по средам за рубежку смотрим. Ему телефон дают? Ну, иногда дают телефон ему. Я так понял. Он иногда в Телеграме появляется в сети. Идем дальше. Майлав выходил с синглом. Слушаем. Опять Соломерло. 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 Прикольная строчка. Соломерло. Окей. Соломерло. 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 У меня вот это пиздец нравится. Я не знаю. Очень круто вот это звучит. Затай мою рану. Майлав. Лав. Вроде очень просто, но прикольно. Не, ну окей, допустим. Так, какая-то самая музыка, когда такой парёшка. Ди такой. Уф, Сигма. Эвел, ливни нахуй с трансляцией быстро, блять. Это пиздец. Что ты не висёшь. Ладно пока, но я пошутил, ладно, можешь оставаться История трека начинается с стрима 23 мая 23 года Где Новкий показал кусок данного трека В тот же день Новкий выложил сниппет в своем телеграм-канале Позже 15 мая А, то есть, блядь, я понял, короче Треку год Но уже с обработкой 17 мая вышел трек на площадках Окей, хорошо Треку год Я просто думаю, тут 23 мая, тут уже 15 мая Ну, альбом, то есть, примерно год делался Изначально на обложке трека была надпись To my love Так обычно подписывают открытки или письма Типа, ту, кому my love, мои любви Это подчеркивает, что трек адресован определенному человеку К сожалению, из-за правил дистрибьюторов по обложкам В них нельзя описать текст, который не соответствует названию трека Поэтому ту пришлось убрать с обложки Хоть слово Хоть убрали, это все равно нет Мне это факт, что трек посвящен второй половинке Кстати, вот как выглядел изначальный вариант Прикольно, но я так По тексту в целом я и подумал, что Кому-то, скорее всего, определенному Прикольно Такой, знаете Немножечко Simple трек Да, типа, simple трек Ну, знаете, вот в Counter-Strike, который играет Кукловод трек немножечко такой Ну, как бы вот Нормально Мне такие нравятся Так, дальше Куда захочешь Кстати, вот этот My Love My Love Работает, мне кажется Куда захочешь, слушаем Не могу сгибнуть трек У меня закончилась подписка На Spotify Не могу дать ответ Я также забыл продлить подписку на интеллект У-у-у-у Эй, йо Эй, сюда, чтобы вместе Себе в календаре, как наши с тобой Совместное день рождения Дэм, но Не надо бла-бла-бла Выбирай города Мы можем поехать Вообще, куда Ты захочешь и не возвращаться Слеты будут падать от радуги водопадом Меняющие стены, я пропал со всех радарах Я уже стоеба, но твоих по мне удар Куда Заходишь и не возвращаться Слеты будут падать от радуги водопадом Меняющие стены, я пропал со всех радарах Я уже стоеба, но твоих по мне удар Куда Иду На поворот Мне снова Хуёво Пшины тают На дороге Светофоры Пролетают Забы про все законы Дыхания не хватает Я что в коме Браслеты нету, но я все равно вновь Миную знаки тая Набираю скорость Мне мало И если даже что-то даю даром Небанало Я беру без знаю Это наебалого Саново И хочется кричать о том, что Я уже стоеба На твоих по мне удар Куда Закончишь и не возвращаться Слеты будут падать от разлуки под опадом Меняющие стены, я пропал со всех радарах Я лучше стоеба, но твоих по мне удар Тяжело идет припев Честно Тяжеловато На хэп-попе не звучит он вообще Да Не то что хэп-поп Но что-то такое близкое Я тоже думаю, что Как-то Ну Не очень Вот в целом он звучит здесь Альтернатива Да, да, да В целом вот так У дома Следующий трек Я рад, что начали продюсеров писать Find my name Никита-то И все Больше никого не знаю Здесь Так, часик Слушаем У дома Для этого я меру Клянись Спасибо большое Если это правда Я не знаю Сколько Надо сил мне Чтобы сплыть Не могу ли я вообще Продолжай Только дальше Жить Меня Тянь Все, что Можно С меня Палиться Весь стресс Весь стресс Удив Я не могу Не делиться больше Самый последний момент Что бы Я мог сделать удачный обмен Думаю никого ведь я теперь живу один Обожаю тишину и с ней не делим Засыпаю сахар кружку пар над ним Это я его мешаю Но сегодня будет Чем-то С тем больше Сомнение Обходим Ночку В тел Хуже Ставки Уже Высоки Похоже Прикольно Но не цепляет Пропала какая-то Знаете В салам Начало Было Прям Гипер Искреннее Как будто Чувствовалось Что Чел Поет Прям О переживаниях Оно Как будто Вот Этот Как будто Вот Немножко Другой Как будто Я здесь не чувствую Здесь как будто По харизме Похуже Но в целом Я могу сказать По альбому Что он старается Пиздец Вот именно Как артист Он старается Он Голосом Играется Он Пытается Как же Туха Потихоньку Стоимость Мы тоже Чуваков Слушаем Можно будет Как-нибудь Но только Я Соник Спрашиваю Я говорю Если вы меня Позовете к себе Без проблем Но я Как бы К себе Звать Никого Не хочу Как-то Я привык Привык Соло Мне так Комфортней Я так Максимально Себя Комфортно Чувствую А вот К вам Без проблем Зовите Так Чё Ну Го Трек Меня Не зацепил 2K4P Вообще Да Чё Нет Охуяное Название Трек 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 Нравится Меньше Других На альбоме Она Всё равно Решила Добавить А Даблкап Ёп Твою Мать Даблкап Клянись Где-то Потерял Лайт Где-то Я бы без зарядки Двое Соток Хейт Но Источник Сита Я Топ Бутуха Лёгкий Большой Нету Выроглась Двух Таблеток Но Я Выбрал Нету Наливай Наливай Себе Не надо Кто-то Знать Я тут Спрячил Мимо Засилки Ха Секунду Так Заново Секунду Минус Вай Произошел Капа Плохая Здесь Не нравится Наливай 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 Ну ты че Не поймал Я скрыл свой номер Лайк У меня Касут Полемя Чтать Не Выведись Тебя Остань За меня Кто-то Напал Парень Промазал Значит Пострадал Ровный Примой В башке Был удар И этот Один Из кого Был удар Довай 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 Житься Если Никакого Разные Куплята Все Опять же Старается Но Мимо Как будто Вообще Не цепляет Капа Хуевая Он Лак Такое Семь Да Припев Тоже Не Наравится Мне В общем Это Самый Слабый Трек Сто Процентов Сама Идея Не Очень Да Короче Трек Максимально Прям Проходняк Который Только Мог Быть На Альбоме Вот Он Есть Тут Не Цепляет Не Идея Какая Хуй Знает Такое Если Честно Да Надо Что Ты И Вок Сыген Дейву Плюс Эра Серый Ад Сразу Хорошо Он Лак Успаси Большое Задав Сейчас Я Добавлю Самородкам В Мире Музыки Еще И Оскорбляет Его Сам Заказывает И Самородкам Этот Выродкам Обзывает Не Стыдно Спасибо Большое Он Лак Урсед Я Сейчас Добавлю Что Там Были Заказы Я Написал Что Был Заказ Спасибо Идем Дальше Сердце Добавлю 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 За любовь, но не выиграл, за вере я Случался к тебе, видимо, ошибся, тырю я Я стал богаче, но было в толку в этом, да Мне скучно тратить глупость, свои сбережения Мне интересней попытаться стать счастливее Кристальными камнями мое сердце взрывается Сотни карат над пламенным моим чистым сознанием Стекла падают, падают, свет с собой преломляют И биться в сердце не стало, как драгоценный метал Стучать перестало моё сердце, как витал Теперь оно падало, падало, я вставал, собирал его Я был брок по деньгам, времена быстро меняются Сыпется на кристаллы, сердце на мои сераны Стучать перестало, как витал, теперь оно падало, падало Я вставал, собирал его, я был брок по деньгам Но времена быстро меняются, сыпется на кристаллы сердца на мои все раны а там плакали-плакали они падали-падали да я был прав как будто вот слышится что есть есть вдохновение отсюда ну прикольно прикольно там-то как бы рог по своей сути треку лет как мне блять почти верите а тут он это немножко другой звук принес но прикольно прикольно добавлю интересно мой бля три трека а у нас еще два напряг вот сейчас нахуй напряг следующие два трека ох ёбаный рот напряг по прогнозу будет жесткий до 3 трека у меня добавлено трахали трахали мою жопу три друга тик ток это страшно бля наху весь альбом и все ну бро если я весь альбом добавлю ты не выиграешь если что выиграть шелзи с одним балом не люблю следующий трек слушаем вы действительно хотите это удалить из памяти на телефоне черный лист телефон стирается меня предупредит и сердце падает ножи и могу про тебе больше говоришь о своих чувствах я не чувствую того же буду с тобой честен для меня это дороже прикольно я хочу заметить что начали появляться бэк-вокалы а вторая капа нормально сводится я был придурком что мечтал о чем-то большем любить не значит жертвовать собой в чью-то пользу бэк-вокалы я не чувствую того что буду с тобой честен для меня это дороже я не люблю тебя больше красиво пиздец я не люблю тебя больше я не люблю тебя больше я не люблю тебя очень красивый чай траку год я думаю что-то новое есть типа трека какой-то был супертреповская не помню уже какой да типа даблкапа возможно что-то поновее да но это не знаю так-то про даблкап уже мне кажется два года никто не поет глаза цвета вина да вроде он мне кажется реально два года уже про даблкап ничего не поет красивый трек красивый текст я держал эти в себе слова подольше никого не слушай действуй если даже сложно я был придурком что мечтал о чем-то большем любить не значит жертвовать собой в чью-то пользу охуеть красиво очень знаю будут мысли что жить дальше невозможно людей незаменимых нет их станет только больше охуеть расслабься если ты теряешь тех кто делает тебе больно давай вместе споем припев точно такой же охуенно вы действительно хотите это удалить из памяти на телефоне в черный лист телефон стирает все меня предупредив сердце падают ножи не могу врать тебе больше говорить о своих чувствах и не чувствую то боже а говоришь о своих чувствах не чувствую того же буду с тобой честен для меня это дороже я не люблю тебя больше сильно очень текст привет дело такое несколько месяцев назад я расстался своей самой первой серьезной любовью это было давно относительно этого момента но тогда я пришел домой когда произошло это расставание сел за комп и написал вот эту песню я планировал его выпустить в альбоме но если она вам понравится я может выпущу ее раньше звучит она следующим образом блять не могу врать тебе больше говоришь о своих чувствах я не чувствую того же буду с тобой честен для меня это дороже я не люблю тебя больше я не люблю тебя больше круто пиздец я не люблю тебя больше один из самых сильных охуяец очень круто мне конец больше нравится дело на лед не бля ребята так крутой трек охуяне мне нравится пиздец вот он наверно у нас в общий полетит так как целом альбом сам по себе некачественно звучит много забирать мы в общий плейлист не будем трека 1 2 достаточно будет вот не люблю жесткий претендент вообще пиздец сейвбе и последний трек слушаем очень крутой трек бля охуяны прям мне зашло пиздец сейвбе я больше не с ней нет я жду объяснений пью холодную воду бизы два года назад написал трек я не менял текст специально может просто мотив поменял немного окей теперь я выбрался отсюда где все было так пусто будто в темноте и я не буду снова времени терять тебя не буду постоянно развлекать мне все надоело то что было связано с тобой ты не движешься вперед ты всех тянешь за собой сейвбе я больше не с ней нет я жду объяснений пью холодную воду без истерик сейвбе я больше не с ней нет я дух объяснений пью холодную воду без истерик сейвбе я больше не с ней нет я жду объяснений пью холодную воду без истерик меня не надо спасать дай мне умереть уже от ожиданий признаний я в ответ от тебя мог бы так и сказать но уже давно наплевать сутки так тянутся в годах не жди больше меня что бы быть рядом с тобой чтобы быть рядом с тобой все живое чтобы быть рядом с тобой все мечты своей чтобы тонуть с тобой внутри себя все чтобы заполнить пустоту тобой ну а в результате теряю себя погони за счастьем и почему-то собираюсь себя против с бабушю сама не лизают никогда я sí Это никогда забудь меня Прикольно Норм Но Но по качеству хуёвый трек, конечно Как аутро, предыдущий лучше подходил Как аутро, да, предыдущий бездач Это не совсем аутро Так, мы послушали с вами Мы послушали с вами Сейчас, секунду, только одну темку Просто хочу чекнуть, мне интересно Как вам альбом, друзья? Спрошу для начала Вот так Как вам альбом? Эх, вот бы было Игэпо диклор спам Это да Жаль, его нет Норм Честно, как полноценный релиз, конечно Ну, тяжеловато слушать Потому что Это скорее сборник Искренних Но не качественных треков Очень сыро Из того, что слышал В целом я согласен По качеству, конечно Тут достаточно проебов Но это В большинстве своем Атмосферненько Я очень люблю Искренность в творчестве Я ее здесь вижу Очень много искренности И Сколько добавил? Четыре трека получается Девять? Да, четыре трека Я думаю, что Не люблю Точно полетит в общий Остальное сейчас подумаем Так У нас выигрывают двойки Но он пытался Да, из плюсов альбома Хочу выделить то, что Искренность То, что Старается играться голосом Достаточно Интересные тексты В целом Бывают прикольные строчки Даже Вот Из минусов Конечно же Это качество Причем Основная проблема Качества Это то, что Блядь Вторая капа Вообще То есть Дабл он пытается записать И вторая капа Своей жизнью вообще живет Никак Свои функции не выполняет Вот Только в конце Эта ситуация Подисправилась Есть треки С неплохим С видосом А есть прям Ну Как последний трек Допустим Вот Но то, что это действительно Атмосферная Искренняя работа Это вот Сто процентов Дабл кап живет своей жизнью Да Дабл кап живет своей жизнью Сто процентов Тут Вот этот трек Вообще Отдельной жизни Живет сто процентов Давайте так Трек Не люблю Спокойно Я думаю Очень охуенный трек Который нужно Добавить в общий плейлист Потому что он очень крутой Он мне очень зашел Делефон стирается Меня предупредит Из сердца падают ножи И могу врать тебе больше Говоришь о своих чувствах Я не чувствую того же Круто очень Что-то вам еще может зашло Что-то еще можно добавить Или одного достаточно Просто Ну сам альбом Ну типа 4 из 13 Это не так много Я думаю Одного в общий достаточно Или Или вам вот что-то зашло Прям конкретно Чтобы вы хотели видеть В общем Давайте Вот такой вопрос Какой-то может Вам трек запомнился Ну я понимаю Что дабл кап вам запомнился Это сто процентов Конечно Он мне тоже запомнился Но я не про это Я думаю Вы понимаете Так Трак сердца Допустим Мне понравилось сердце Не люблю Сердце Тоже прикольное Да Сердце может Стучать перестало Мое сердце Как металл Теперь оно падало Падало Я встава Собирал Но я был Друг по день Одновременно Быстро меняют Засыпиться Так Ну нет Не люби меня Не хочу Добить себя тобой Я же чуть было Не погиб там Так и было бы Если бы не ваша песня На удивление Сильная песня Тоже не пойдет Вообще Но трак сердца Просто не хочется Как будто из-за Референс Как бы брать То что это Блядь батареи Давайте Давайте Да Не будем Хуйню унести Про скай трек Не люблю Будет один Он объективно Самый лучший Я думаю Да Вот Он Практически Без изъян Там конечно Есть проблемы Свои тоже Но Трак сердца Референс Добить себя тобой По 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 реализации Не идеален Не люби меня По Свидосу Так что Пускай будет трек Не люблю И все Спасибо в любом случае Я кайфанул От прослушивания Потому что Ну я погрузился В эту историю Это было интересно Несмотря на Качество Такое себе Это было интересно Слушать Спасибо большое Что Ну видно Что Душа вложена Видно что Вложу в душу Остальное Оно как бы Приходящее Так что Будем ждать Новых релизов Не знаю Буду ли я слушать Синглы Какие-то Будут выходить Но Может быть В целом Не от Ну Не отрицаю Не отрицаю Да Пока что Посмотрим Тем не менее Свои 16% Он набрал То есть Люди хотели Посмотрим Что там По просмотрам Короче Я не знаю Будет ли в будущем Новки Если вы хотите Больше его видеть На канале То ссылочка Никакой Бреть ссылочки нет Просто пишите Об этом в комментариях И если я увидел Что вы хотите Чтобы Новки Появлялся на канале То он будет Появляться в голосовалках Да В голосовалках Есть что Телеграм Конечно Да На этом все Я надеюсь Что вам понравилось Это видео Если это так То обязательно Поставьте лайк Подпишитесь на канал Оставьте комментарии Не забывайте Про Телеграм Твич Бусти Все ссылочки В описании С вами был я Афан Вы были на канале Афанак Мюзик Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем пока